и снова здравствуйте всем привет и так сделал я значит мастер сына в животном таком виде значит с этого с картинки с пинтереста ну давайте посмотрим как час настроиться кости значит кости я вставил в миксама так зайдем настройку via port дисплея и поставим in front вот так вот кости спереди так n панель screen cascade чтобы вы видели что буду нажимать и преобразуем значит н миксама преобразуем кости значит под управляшку в такой вид так анимация у него значит походки так он тут идет вроде бы все нормально но я хотел бы в этом ролике значит посмотреть как можно привязать вот такого значит вот такой вариант плаща чтобы его не разрезать не делать ему симуляцию а просто добавить кости и значит вписать полностью от в этого персонажа так давайте зайдем выберем кости зайдем так посмотрю где-то на сороковом кадре пока английская а выбираем все кости альт-жи альт-р и прописываем и вот в такую позу так все у нас вроде бы здесь нормально но но есть одно но значит вот этот плащ связываем значит с нашему тем персонажем делом control p white автоматик выйдет так смотрим как он ходит ну тут подправим кости вставим смотрим где нужны ему значит кости кости нужны ему подмышка здесь и значит и вот на эту заднюю часть тут я надула внутренняя часть подтянулась потому что плащ у меня толстоватый но ничего сейчас попробуем все это дело под кости настроить тем так получится не получится не знаю давайте пробовать так выбираем кости заходим выйдет мод и погнали первым делом нам что понадобится нам понадобится челюсть вот это вытаскиваем ей косточку по предыдущим роликам это я уже сто раз показывал но кто-то не глядел посмотрите может будет интересно так s уменьшаем g подгоняем r перекручиваем подгоняем чтобы более-менее поймать где будет сгибаться челюсть теперь shift d делаем эту косточку g наверх и вот эти две косточки вяжем голове ctrl p и полсет через shift левая кнопка мыши будет проблема в чем проблема будет в том что у нас здесь вот будет подниматься вот эта штука нижняя челюсть и тянуть за собой все вот эти как бы причиндалы но потом если что добавим так теперь тройка на нампаде также можно и косточку на шляпу поставить alt и clear parent поднимаем у косточку повыше чтобы она не связалась потом значит персонажем мыши control пики полсет вяжем и опять же голове и тут самый важный вопрос это вот час значит вот этот плащ как бы его обыграть как бы значит тройка на нампаде так давайте вытащим е косточку alt и она отвязана за хорошо g и подставляем косточку значит вот на эту сторону семерка на нампаде перекручиваем r вот сюда на так тройка на нампаде и как бы тут все сделать да ну давайте сначала е вытащим одну кость выберем ее отца где войдем вот столько костей хватит я думаю да так и надо все кости отвязать alt и clear parent alt и clear parent и так далее так теперь их нужно привязать назад вот к этой косточке control пики полсет эту к этой косточке ну словом создаем цепь для привязываем все это делаем так теперь что нам понадобится нам понадобится вот это вот часть костей и делаем shift d поднимаем и смотрим куда их можно поставить их нужно поставить по центру одну вот эту часть и значит cfd может быть даже еще вот сюда где-то смотрим чтобы это точно видите уже я не попал control z надо это все дело точно поднимать ставим на сгиб где будет сгибаться вот где согнут плащ да так ну вроде бы попал так shift d тоже рядышком ставим все это делаем можно пониже наверное я чуть чуть получше но чтобы все было в мэше так теперь что у нас значит у нас есть вот эта косточка мы ее g подальше вытягиваем так у нас есть вот эта косточка одна кость увидите вот именно на сгибе должна стоять чтобы сгиб у нас полностью нормально все это дело свернул так вот эти кости выбираем и вяжем к тазовой кости control пики полсет как бы так бы да так надеюсь здесь небольшой разрыв если что придется еще кости добавлять так выбираем вот эти кости все так вроде выбрались единицы на паде делом shift d и делаем мира x global разворачиваем значит на другую сторону так и смотрим чтобы у нас тут все попала плащ так так это должно быть и так но я чуть дальше отведу и одни вот эти ряд костей мне не нужен я их удалю так вот эти кости тоже чуть-чуть сюда переведу поточнее на так как бы как бы так 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 вроде бы все если что сейчас уже в процессе посмотрим обжиг мод выбираем наш плащ и выбираем персонажа выбираем кости делаем control пива это автоматик вот он теперь будет матюкаться давайте зайдем выйдет мод английская а и значит чё у нас и джи вертиксы мышь клеер об значит сначала удалим дегенератов на а их нету так теперь удалим удалим мэш бай дистанц сделаем расстояние между вершинами полигонами может not и пробуем опять он трал пива это автоматик выйдет все матюкается как матюкается ладно тогда значит где-то кость это какая-то косточка будет матюкаться дам так пробуем плащ привязать полностью костям control пива это автоматик выйдет плащ привязан так смотрим больше нам ничего не надо да так вот еще спереди тут косточки поставить наверное давайте зайдем выйдет мод вот тогда выберем кости зайдем выйдет мод и значит тройка нам поди давайте вытащим косточку какую-нибудь е вверх alt p clear parent и значит джи подставим ее вот сюда так единица нам поди она видите очень большая когда будет гнутся вот косточка она должна соответствовать расстояние вот этой да и значит мы ее сюда поближе подставим и смотрим так вяжем ее к этому позвонку потому что он будет гнуть это все дело control п keep offset и вот эту косточку косточку шрифд правая кнопка мыши мира эндглобал да ну будет мешать придется как бы удалить дам ликвидировать так можно их еще на поменьше сделать все равно они назначат веса и думаю будет нормально управляться так выбираем опять все это дело опять же кости control пи white automatic выйдет вот видите дернулась связалась вроде бы все нормально так теперь пробуем заходим посмотрим тройка на нам поди и пробуем значит у кручение делаем r делаем r вот видите что как видите что теперь вот эти косточки тянут вот эту верхнюю часть как обойти это все делаем а дело это обходится очень просто так так еще дальние не привязаны оказались заходим выйдет мод и вот эти кости почему-то не задействовались да ну-ка control пи и пол ладно привяжем и сделаем вот такую штуку сап дивайды сап дивайды сап дивайды и теперь тройка на нам паде нам нужно выбрать вот эти косточки вот эти тройка на нам паде g поднять их просто повыше вот так смотрим единицы нам паде чтобы эти кости ну наравне с позвонком шли до вот допустим g ну вот где-то вот здесь будет линия сгиба вот пусть она тут и идет так теперь что но нужно теперь вот эти косточки тройка на нам паде подтянуть на линию сгиба вот так но как бы как бы и получается верхним мы не будем действовать а будем крутить только вот этими костями я думаю что это должно исправить положение так а ну-ка на 40 кадр выбираем плащ выбираем кости делаем control пи white automatic widget выбираем значит только кости заходим посмотрим и смотрим так а ну-ка почему кости опять отвязаны проверяем edit mode вот эти кости должны быть все привязаны к тазу так как это управляшки control пи и полсет так а вот и такой должна привязана быть к этой control пи привязана это проверяем к этой control пи ну вроде бы привязаны так смотрим давайте перевяжем значит заходим в edit mode и тогда вот эти кости я думаю наверно к позвонку тогда привяжем так вот вот к этому control пи keep offset так а ну-ка тогда нужно этим костям тоже придумать давайте эти кости привяжем к этому позвонку control пику control p и keep offset тогда чтобы движение было да так а ну-ка посмотр ну вот сейчас все будет так возвращаемся на первый кадр тор и к на нам поди выбираем ведь эту штуку доводим Доводим, докручиваем, ту штуку тоже доводим, докручиваем, эту штуку докручиваем, и эту тоже опускаем, и эту тоже смотрим, чтобы у нас никуда ничего не сбежало, и чтобы всё было по нашему персонажу. Так, ну раз у нас кости отвязаны, они должны опуститься. Нет. Печально. Значит прописываем A и прописка, и заходим в Edit Mode. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот эти кости все поотвязать. Alt-P, Clear Parent. Теперь эту косточку вяжем к этой, Ctrl-P, Keep All Set. Эту вяжем к этой, Ctrl-P, Keep All Set. И вот эту вяжем к этой. Так, теперь проверяем связку остальных костей. Эти привязаны. Всё, мы отвязали только от первого эшелона. В принципе всё. Теперь что должно произойти? Теперь, вот они расслабились чуть-чуть, и я теперь должен ими управлять отдельно. Я их, видите, могу теперь опускать. Для чего это? Чтобы у меня плащ снизу выровнялся, видите. Или мне придётся поднять вот эти кости. Как тоже вариант, да? Так, теперь эту кость я могу подвинуть сюда поближе. перекрутить её и выровнять, значит, здесь плащ по персонажу. Значит, G подгадываем, и R докручиваем, и R ещё докручиваем. Так. А, и прописка. Вот, теперь нужно вот эту анимацию, вот эту, G, перевести на нулевой кадр. Чтобы у нас теперь плащ был постоянно в таком вот виде. Так, ну и попробуем прописать. Давайте, значит, первый кадр, значит, плащу пишем, да? Ну, да-дам, так, я-я-ня, так. И, значит, на десятом кадре R Так, это значит, сюда уходит, это значит, вперёд, эту можно вводить туда-сюда ну короче тоже к ноге да а эту тогда тоже доводим чтобы пятка не вылазила так с этим боковым у нас попроще выкручиваем ее даже можно и не выкручивать а значит что сделать ну так чуть-чуть тут снизу можно и об дать find так что у нас здесь по ноге в принципе здесь плащем нормально да только у нас получается видите тут уже пошел подгиб а здесь вот у нас некорректное сгибание вот это все потом поправится это не проблема да описываем а и прописка на пятом кадре что у нас должно произойти подправляем значит плащ под ногу ну как бы такой и начиная побольше вот эту ноге там побольше он и прописка смотрим что у нас получилось на 15 кадр теперь делаем так теперь на пятнадцатом кадре нужно наверное изучать надо вот эту этот вопрос значит это все возвращается как бы по ноге да а это тогда уже должно р уходить назад потому что когда он ногу ставить вперед по моему плащ должен уходить назад вот так как бы это тогда тут ну еще подгибы какие-то там можно потом шутки ими это все сделать будет получше на чем постоянно кости вертеть как здесь теперь что так на двадцатом кадре плащ идет к ноге так тут тоже он идет как бы к ноге так так и этот по моему тоже должен на ногу дал так ложится на посмотри где-то референции как это все будет так ладно так 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 25 кадр 25 кадр у нас должен быть до принципе по костям если видите неудобно будет выбирать их все постоянно придется наверное переписывать а ну-ка р а не этаж все правильно значит он плащ ногой толкает и получается вот чтобы плащ скрывал ногу так вот так вот раз и тут тоже об как бы как бы не значит на тридцатом кадре делаем доводочку можно не всей не всеми костями а только нижними вот это все отправить а и прописка и 35 35 здесь уже должны кости быть как на первом да значит что мы сделаем выбер выбрать придется все кости у так вот так вот так вот так вот так так и прописать их и на первом кадре и на тридцать пятом сделать шрифт д этот первый кадр ставим зацикливание 35 кадров ну есть где поправлять вот в промежутках видите вот здесь нога вроде нормально оп здесь вот на двадцатом видите там завал не вопрос отключаем смотрим джи так а ну-ка джи прописка вот уже получше так словом можно это все делать но сюда по моему нужно еще одну косточку добавить чтобы вот этой ломки сильно не было давайте все это дело подкорректируем тут у меня порва то есть какая-то у него на тому кто же у него на полигоны по закрывать видно ромешка сделался и пропали вот эти вот части исчезаем так ну ладно не суть вопроса так смотрим давайте челюсть сразу суп как она будет работать а вон о чем так control и white automatic выйдет вот матюкается у меня сам персонаж а я думал у меня этот матюкался так а ну-ка эдит мод выбираем персонажа заходим в эдит мод и смотрим так на сороковой кадр бамс на нулевой делом тут заходим смотрим где у него тут дегенераты дегенераты вот они 28 мэджи это это из этих каких-то значит при склейке что-то не так склеилось а ну-ка мэш clear up merge by distance 210 вертиксов где-то рядом да еще растопал дегенератов проверим еще есть дегенераты опять же так 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 еще дегенератов по находим все дегенераты пропали находим теперь merge by distance все по нулям и заходим вяжем control и white automatic вызов все матюкается матюкается и матюкается значит где-то что-то что-то где-то не может косточка какая-то привязаться а какая не может привязаться возможно так эксперимент заходим в эдит мод тройка на нам паде и удаляем вот эту кость бон оставляем верхнюю заходим выбираем персонажа кости control и white automatic виджет матюкается так а ну-ка что ты что ты не хочешь а ну-ка shift d на челюсть делаем r ну и попробуем как тройка на нам паде делаем shift d сюда добавим косточку и shift d сюда в бок ну тут ключица в принципе будет двигать ладно вот это пока не надо пока так пусть будет и вот эту косточку обязательно вязать косточки которая на позвонке рядом он калпики полсет не допустим не ключицы никуда она должна теперь будет ходить вместе с позвонком так заходим пробуем еще раз где ты что ты матюка есть и а ну-ка а ну-ка edit mode сетка нормальная что тут не так 8000 полигонов то нормально так 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 ничего больше нету так делик лупы пробуем еще раз Ctrl P White Automatic Widget это будет матюхки ладно самый важный способ мне децимейтнутая сетка тоже иногда нравится и будет меньше полигонаж и сейчас должна она привязаться так а ну ка выбираем Ctrl P White Automatic не возможно плащ как-то мешает ну а так я не смогу значит кости в рот вставить так так а если вот так вот выбрать двойное Ctrl P White Automatic Widget find solution more bonds bond had fight to find solution опты тут уже find solution тоже да знать бы что это за solution такой давайте переведем преференции поставим поставим на русский и значит опять же попробуем привязать и пусть матюхнется Ctrl P с автоматическими весами установка тепловых весов не найдено решение для одной или более костей для одной или более костей не найдено а для кого вот тут найдены ну возможно вот этот что плащ плащ который здесь привязан да возможно эти кости как бы тянут где-то да где-то идет сбой да если допустим сейчас вот это я сохраню файл сохранить как и попробую сейчас открыть другой файл так на все это дело скинуть так и попробовать вот этого пока удалить файл импорт fbx don't load пам 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 так и вот этот теперь n панель миксама преобразуем заходим ну давайте на этом на нулевом заходим постмод английская а alt g alt r и прописка и зайдем давайте в edit мод попробуем вставить ему кости так viaport display in front если в этой модели он примет то тогда да плащ плащ наверно тянет и вяжем их голове да keep offset заходим в обзор мод выбираем персонажа выбираем кости control p white automatic widget нет видите и этот матюкается так solution все это значит а ну-ка если значит сетку decimate ну apply и теперь выберу edit mode и зайду так mesh найду merge by distance 31 vertex так ага заходим дегенератов 24 24 еще нашлись дегенераты дегенераты так наверное это что-то с персонажем но это сетка я порешаю вопрос так и значит в принципе все работает что осталось тебе персонажа чуть сетку подправить это где-то в заброшь наверное что-то произошло где-то что-то плохо за ремешер склеил да так смотрим теперь open за исключением что рот у него да там а так все вот все работает если рот закрыть чуть подправить фейс лица и он будет шикардос товарищ вот можно еще ему при анимации что делать так вот раз и допустим допустим джи чуть-чуть плечи припускать так шапку как привязывать смотрим отвязываю шапку alt p clear parent выбираем тройка на нампаде ставим на первый кадр шапку поднимаем до косточки выбираем шапку выбираем через shift косточку заходим пост мод выбираем кости делаем control p бон заходим в обжиг мод так выбираем кости опять в пост мод выбираем кость шляпы и опускаем ее на персонажа так control z control z почему такая штука потому что у шапки прописаны анимации мы их сейчас уберем и на первом кадре на этом вот пропишем шляпу на место на персонажа так и так можно еще на глаза и сдвинуть тогда он будет более такой блатнячий пропишем и и все теперь он будет на этом месте ну вот такая значит штукенция вот так мог может выглядеть значит мастер сам если бы дикий запад был полностью с животными ну в принципе можно туда анимировать снимать так вот здесь косточку на все таки добавить еще одну ну так вот ну вот такой вот результат нас все работает единство сейчас я подправлю сетку персонажа возможно подправлю из меню сетку значит плащу и вставлю глаза налаживаем у него в фейс лица и можно будет скачать этого персонажа в группе вк и попробовать его как нибудь заанимировать все всем пока до свидания так Продолжение следует...